А, я бы хотел поменять фамилию. Какую хотите? Красава. Как у меня, что ли? Поменять фамилию не так-то просто. Но Сникерс дает тебе возможность сделать это прямо дома. Короче, я теперь Илья Топчик. А кто ты? Зайди на сайт sneakers.ru и применяй фамилии с батончиков Сникерс для себя. Также куча классных, прикольных, всяких призов, каких именно. Все на сайте, заходи sneakers.ru, короче, там вся информация есть. Ну, вообще, нормально, ребят, заморочишься. И все сделали очень грамотно, серьезно говорю. Алло? Илья Соболев, у вас долг по кредиту за кроссовки за 2005 год уже 300 тысяч. Не-не-не, я сейчас не Соболев. Я сейчас Топчик. Какие кредиты, алло? Все, я домой. Привет, Москва! Привет, Стой! А можно воды сразу, бутылочку? Итак, господа, здравствуйте, всем спасибо, что пришли на этот странный и одновременно веселый вечер. Ебать ли, цыган, спиздин все. Смотри, у него какие-то огромные стальные синики, блядь. Привет. Ты, если утонешь в реке, ты знаешь, что вся река обеззаразится из-за серебра, который у тебя пиздец, сколько в ушах. Это, я говорю, если у вас у всех холомидии, у вас ничего уже нет. Это просто друщок. Спасибо тебе. У меня голоденца, все хорошо. Я не знаю, мало ли сейчас. Схватишь крючка и все. Так, что еще нужно знать? Красивых очень много людей. Сегодня будет весьма экспериментальный вечер. На афише был написан повтор концерта, но у меня есть небольшое предложение. Я не знаю, как вы к нему отнесетесь. Есть концерт, действительно, который я катаю по России, езжу везде, во всех городах. Он готовится, чтобы однажды в Москве, он будет чуть ли не сниматься. Но я могу показать его вам сейчас. А могу, бля, подожди, услышь, услышь второе предложение. Не могу, не слышь. Предложение номер два. У меня есть... Ворний стихов. Как у Пашки вою. А вот, когда ты живешь на земле, Земля, любовь вокруг меня. Да, так не всегда. Паша, на музыку их уедет. Так вот, есть еще материал совсем новый. Он готовится вообще для одного эксклюзивного концерта. Это новый материал. Там совершенно новые вещи. И, как правило, когда мы что-то делаем новое, это всегда удивительно. Там могут быть куча интересных шуток. А может быть, не одной, понимаешь? Это всегда игра. Мы сейчас как бы стоим перед полем чудес. Если бы у меня были пиздатые седые усы, запах старины, и многие одноклассники, которые уже умерли, как у Ягуловича, я бы сейчас вам предложил две шкатулки. Пусть, знаете, какой баранки. Но в какой-то 15 тысяч, блядь! Как вам это? Считай, это интересно! Очень интересный баланс по людям. Очень много красивых девушек и странных парней. Тебя я где-то видел. Ты же в X-Files съел телят. Помнишь в какой-то серии? Помнишь ту серию, где в деревне отрубали головы телятом и высасывали из позвоночника серую жидкость? Да, потом тебя поймали. Ты был с Альфа-Центавра. Оставь. А можно посвидеть вот на парня? Посвидеть, пожалуйста. Вот. Встань, пожалуйста. Это пиздец, я не шучу. Это... Вы тут. Я говорю, это пиздавичи. Он сам встал, у него так грудит. Нет, у него гигная нога. Знаешь? Никто там не припарковал зеленый луноход для тем входа, нет? Хорошо. Странных парней очень много. Вот такой тоже. Йо, как дела? О-о-о-о. А-е-е-е. Бесстречный волос, охуенно. Слушай. Как там в 90-х дела? Амаралов охуенно пиздец, да? Давно не видел этих свечных людей. Это что-то да значит, да? Так, мы будем сегодня знакомиться практически с каждым. Это самая моя любимая часть. О-о-о, какая коленка. Неспроста ты ее отдал на сцену, да? Он такой поставил, мол, Соболь, обрати внимание. Всего два дня назад побрил, а волос не бать колотить вообще. Смотри, Соболь. Как дела? Отлично. Это твоя девушка. Вау. Ты ее колено прикрыл, а стой ее показал наручу. Да. На это не смотри. Смотри на это. Я еще не определился. Хорошо. Итак. А-а-а. Я всегда ищу хмурых людей, которые уже понимают, что что-то не думал. Я пришел на шон. Блин, это что-то знакомое. Это же не Сбербанк, блин. К чему это? Где я работаю? Мое имя, возраст, блин. Когда вернул 40 тысяч? Какая разница? Хмурыш. Привет, как у тебя дела? Да. Думаешь, про кого я все это говорил? Я так как-то боюсь в этом за границей, потому что вот когда у человека сумка, блядь, перекинута через плечо вот так вот, здесь лежат важные документы, и он не расстается с ней в помещении. Как правило, у этого человека единственная, блядь, дорогая вещь, это эта ебучая сумка. Знакомство, первая часть нашего шоу, нашего, нашей пьесы. Это знакомство. Действующие лица. Руководитель сцены. Итак, где-то в Москве, в центре Москвы, типа пьеса. Да, если это в ютубчик выложу, я здесь напишу. Действующие лица. Ведущие. Он франсье. И как вас зовут? Илья. Илья. Зритель в третьем ряду. Ну, хуй знает. Может, даст это какой-то толчок дальше. Всякие детальки, знаете, они определяют вообще вектор, то есть куда бы дуть. Это как, знаешь, петушок на... Ну, ты знаешь. Илюха, ты из Москвы? Вообще нет. Ну, глобально нет. Откуда ты глобально? Из другого города, да? Глобально. Ебать, вот здесь, правильно? Ты родился здесь. Фу. Хотя действительно не Москва. А здесь пиздец. Кто здесь живет? Ба-а-а-а. А где на севере? Я тебе открою тайну. Когда ты родился на севере, тебе сказали, «Сынок, это самое пиздатое место. Больше в мире нет нигде с севера, только здесь». Тебя одено в ралли. Все, что там с север. Где-то есть какое-то конкретное место, обозначенное как-то документами. Или прописки «Где родился?» Написано «Север». Имя написано «Звучное». «У мальчика нет имени». Знаешь, как? Итак, Илюш, откуда в севере? Город Салихард. Отлично. Так и говорит. Нормально. На самом деле, я тебе открою тайну. Относительно Салихарда – ни хуя не север. Если что-то хуя – север, а относительно Салихарда. Если бы ты родился на башке у пингвина, который стоит в центре северного полюса, такой «Пиздец! Там же вообще ни хуя нету!» Илюха, «Кто это?» «Илья?» «Прописка, блядь. Пингвин». «Извините, я буду сегодня много материться, я понимаю, тебе это не надо. Тебе хочется что-то из Агаты Кристи послушать, да? Такая черненькая такая, в роке. И сегодня будет шутка про Агату Кристи, хорошо? А, ладно. Блядь, разберитесь там, потом. Илюха, пока ты ничего не говорил, у нас появились еще колени. Двое коленки у парней, ты убрал свою пиздатую, и мы имеем две неизвестные. Хм, интересно. Как вас зовут? Алексей. А вас? И Валера. Интересно, у кого же из них красивее коленки? Можно тебя попросить? Просто я не могу. Не-не, подойди к нам. Иди сюда. Поставь коленку, пожалуйста. Просто нам. Ну и мы начнем запись этого концерта. Не, это все на мой хэ, блядь. Я первый раз вижу, что я розовым, блядь, с коленами. Как унизительно. Только ссать не начнели. Это просто афут, да все. Так, мне нужно кто-то, кто чуть-чуть разгорается в технике. Вы разгораетесь в технике? А что такое Panasonic? Что? Это бренд. Это бренд? Блядь. Ну ладно, на, давай ты. Я сам не знаю, я думал, там огни там. Ну дуэт сказать. Ты не убежишь, там нет. Я с Липецка, я съебусь. Ты с Липецка? Ты не с ней грнешь, у тебя жопа прилипла к стулу. Ну, почему-то так называют ваши? Не-не, брат, ты что? Ты нарушил шут. А, у тебя кровь пизданула, да? Все, я понимаю. Ага. Итак, колено, по-моему, охуенное. Я не знаю. Мой на тебя, ты как эксперт по коленям, если тебя не затруднит. Я, возможно, сейчас перегибаю палку. Лизну тебе. Во-первых, надо проверить, понравится ли ему. Ибо нравится ли тебе. Ну что, а, понимаешь, серьезно понять, что это за человек. А если ты лизнешь его ногу, он сказал, «Блядь, приятно познакомиться». Сразу понятно, о чем шутить, понимаешь? Выключите свет. Выключите свет. Сделайте полный блокад. Можно? У меня спросить. «Можно он лизнет твою ногу?» Лежи-лежи, это... Знакомство. Илюш, давай, ты придумал, где ты работаешь? Нет, я буду тебе сложно думать из севера. Мы сделали эту паузу для тебя. И чем занимаешься в Москве? Как неинтересно. А скажи, ты программируешь? Что ты программируешь, Илюх? Программы. Пауза. Давай, я перейду туда. Ты посмотришь пример, как надо. Как вас зовут? Артем. Артем, расскажи, пожалуйста. Все, можно на него не светить в мое шоу. Тёма, скажи, ты из Москвы? Из Питера. Хотя тоже мог сказать «север», но он из Питера. Что ты делаешь? Чем работаешь? Что делаешь в Питере? Я в Москве работаю. В Питере работаешь? Тут недалеко рукой, если мы положим. Тут недалеко рукой. Может, что-то с третьим рядом хуйнякает. Да он тоже на третьем. Было какое-то распределение? Вы когда заходили, вам тест давали какой-нибудь, нет? Вот здесь. Это яблоко или это ракета? Кто-то видел яблоко. Ага, так, это ракета. Вам на третий ряд. А есть кто-то, у кого огромный член в зале? Интересный. А? Интересный. Интересный член у вас? Такой необычной формы, да? Больше похож на какую-то гадюку, да? Шелухой такой, да? Весь такой сидит там под забором. Я его положил в банку. Вот, хуй в банке. Какого снарели член? Как эта, кобра. Как кобра? Плюется ядом. Когда подходишь или когда наступаешь на нее? У вас гипертрофирована большая шляпка, правильно я понимаю? И вы даже, надо прикалываетесь, надеваете очки так на спину, да? Какой-то, кобра. Какой-то, профессор, скажите, пожалуйста. Я сдал этот экзамен? Да? Ставишь так на кошку, а он такая шипит, а думаешь, это хуй. Мы это хуй, 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 хуй. Кошки вообще здесь нету. Посмотрите мой спектакль. Хуй в Москве. Так, у кого большой член? Мне нужен человек с большим членом. Я хочу... Какой у него член, девушка? Ой, очень большой. Так, вы знакомы, правильно я понимаю? Нет? Нет, знакомы. А, вы знакомы в Светке, да? Не такой уж и большой. Так, хорошо. Ты видел этот раз член? Сколько ты видел членов? Нет, я хочу, чтобы мы понимали, а с кем мы общаемся. Я видел кино, да? Но если он, блядь, видел только 9-й урок, то хуйня, он не разбирается в фильме. Я хочу понять, насколько ты рубишь в членов. Сколько членов в свою жизнь ты видел? В живую, блядь? Ну нет, блядь. Сколько ты, блядь? Сколько ты отгапывала, блядь, этих еблонов? Как вас зовут? Лиза, расхитительница хуёв. Она раздолбила всё в Аганьковка. В живую. Вот так вот, чтобы прям вот так вот. Ты здесь? Да, блядь, Серёжа! Да, я наслажду ждусь! Сколько в живую ты видел членов? 10 членов ты видела? Отлично, это хорошо, это хороший результат. Каких ты видела 10 членов? Они были разные. Есть ли какая-то синусоида по членам? Можешь ли ты нам дать какую-то среднюю статистику по ним? Вот ты их видела. Они у тебя были одно, цвет кожи на члене. Был примерно один оттенок. Не уходило ли это в темноту? Были разноцветные члены. Все эти члены ты видела до того, как вы начали играться? Или поздно? Был ли член в помидорной шкурке? Ну, я... Член в плаще? Ну, такой... Укутан кукурузой. Ну, знаешь, что? Такой... О, Лиз, отъебись. Я так устал. Был морщинистый член? О, это член странника. Илья. Мы не можем бросить тебя. Ты работаешь программистом. Да? В какой-то большой компании? Нет, она маленькая, небольшая. Маленькая, небольшая компания. Кто-то там еще есть, кроме тебя? Ну, да, ну, уже 140 человек. 140 человек? Глядите, это маленькая? С ним ты не общайся. Что ты понимала? Да тут всего 70 сантиметров, блядь. Хуйня для нас, северям. Я извиняюсь, блядь, я вам здесь линолеум содрал. Семь, 140 сантиметров. Илюш. Что ты сейчас пишешь? Над какой трутишься сейчас программой? Ну, я не знаю. Как ты взяли в Москву работу? Кто там остальные 140 человек? Вот такие, блядь. А я пиздец, вообще, ибарку водить. Я ничего не знаю, блядь. Спросите у Игоря, блядь. Он жарный. Игорь, блядь, замотался, блядь. В туалетной бумаге. А я, блядь, у вас здесь, вот просто удалочек. А-а-а. Он долго, да, спрашивает, запрягает, долго, ебать, да то скачет вообще. Месять назад спросили у него, блядь, откуда ты? Он что-то пиздец, я на севере, блядь. Ну и что, привет, привет. Дай тебе, цикл. Коллега. Не обязательно. Дай тебе, цикл.